Один из важнейших вопросов вообще в жизни любой страны – это земельные отношения. Справедливое базовое правило распоряжения с землей – это фундамент стабильности в обществе. Именно из-за нее в мире начинались большинство войн и конфликтов. Территориальные претензии считаются самыми сложными и болезненными как в межгосударственных, так и в локальных, даже частных вопросах. Администрирование земельных отношений – не просто свод нормативных правил. Законодательство в данной сфере – это сжатый многовековой опыт и даже традиции использования земли на конкретной территории конкретным народам. Трепетное отношение к земле заложено глубоко в менталитете людей, в их исторической памяти, культуре, традициях, предков. И должен сказать, что все народы, если брать критерии земельных отношений, очень похожи друг на друга. Все они ценят землю, на которой живут и готовы за нее бороться, даже в крайних формах. На заре независимости мы выбрали путь разумного и эволюционного развития указанной сферы. Мы не могли позволить ограбить народ, допустить, чтобы земля варварски делилась и перераспределялась среди тех, кто имеет к ней доступ, и среди тех, кто вообще к ней не имеет никакого отношения. Постепенность и последовательность остаются креугольными камнями нашей политики. Последние годы доказали, что эти подходы в полной мере отвечают запросам нашего населения. Тем более, что для большинства простых граждан земельное законодательство по своей чувствительности сопоставимо с конституционными положениями, потому что касается лично их. Именно благодаря высокой культуре землепользования мы добились успехов в сельском хозяйстве и спокойно обеспечиваем свою продовольственную безопасность. Более 40% нашей территории покрыто лесами. Почти половина. И на этой возобновляемой основе мы постепенно развиваем лесоперерабатывающую промышленность. И роль этого сектора экономики и природы будут постоянно возрастать. Вы это видите. Сегодня правительство полагает, что назрела необходимость серьезной корректировки действующего законодательства и внесло свои предложения в виде проекта указа. Первое, что интересует всех и прежде всего меня, в чем же такая серьезная необходимость совершенствования наших земельных отношений? Что надо еще добавить, чтобы было лучше? И, как всегда, я задаю вопрос. Ко времени эти нововведения, которые предлагаются, нужны ли они вообще и кому нужны? Обратите внимание, крестьянам, людям, которые всегда издревле, можно сказать, исторически жили на этих землях, или кому-то, кто прикупил по небольшим ценам, невысоким, цена на землю сейчас растет, кусочки возле Минска и так далее, внутри кольцевой дороги, и сегодня хочет, ну, как вы пишете, свободно распоряжаться этой землей. В том числе идет речь о том, чтобы передать ряд существенных полномочий главы государства на уровень ниже. Для строительства частных домов предлагается разрешить выделять участки площадью до одного гектара. Хотелось бы, чтобы губернаторы включились и сказали, у нас достаточно земельных ресурсов, чтобы уничтожать леса, чтобы наделить желающих аж до одного гектара. По-моему, мы сегодня и по 6-10 соток не можем обеспечить желающих, ну, там, где они хотят, по крайней мере. Поэтому хотелось бы услышать ответ на этот вопрос. Могут быть разрешены возможности по узаканиванию самовольно занятых участков, изменению целевого назначения участка до завершения строительства. То есть человек взял кусок земли для того, чтобы построить дом и заниматься сельским хозяйством, еще чем-то, не начал еще строить, ему захотелось там возвести какой-нибудь клуб. Давайте разрешим. Ну, тогда чем ты вчера думал, когда просил эту землю под строительство там жилья или сельского хозяйства? Кроме того, правительство считает, что настало время разрешить свободное распоряжение участками, полученными в том числе на льготных условиях. То есть, как я и вначале сказал, кому выгодны вот такие новации и изменения? Я пока ничего не опровергаю, я задаю вопросы, притом в такой более жесткой форме. Как мне докладывает, озназначенного мнения по проекту указа пока нет. Есть серьезные опасения, что его положение создадут лазейки для злоупотребления, спекуляций и просто несправедливому торговле землей. Не получится ли, что мы откроем возможности для тех, кто накопил капитал разными путями и способами, сейчас выкупит самые лучшие земли страны? А большинство граждан окажутся не у дел. Те, кто действительно на земле всегда были и так далее. Действительный проект указа решает проблему, волнующую большую часть белорусов. Ну, насколько я знаю, Зацендеревня, там, по-моему, любой житель может продать свой участок. Сыну построить на своем участке жилой дом и так далее или нет? Продать можно, но второй жилой дом он на участке не построит. Но если мы разрешим построить. Таких случаев было немало. И в Брестской области, я помню, мы принимали решение, когда живут родители, у него полгектара, а сын хочет там что-то построить, пристроить, невозможно. Пришлось принимать подобное решение. Вот тут вопрос есть. Этот вопрос надо решать. Если достаточно земельного участка, родители живут, сын или дочь хочет построить дом или пристройку это сделать. Вполне. Это и его участок. Что не хватает еще? Я хочу, чтобы было здесь указано. Мое требование было не в том, чтобы под Минском выросли новые города и образовалась мегаагломерация с населением под треть государства. Я поручал продумать стимулирующие механизмы, чтобы рассредоточить людей по стране. То есть, может, где-то под Смоленском и надо по дешевке продать участок и бесплатно передать. И таких земель у нас предостаточно. У нас достаточно таких вот деревенек дальних, хуторов и просто красивых мест за 150, даже за 200 километров от крупных городов, которые осваиваются и осваивались людьми. И они имели там свой уголок, проводили его в порядок, были хозяевами на собственной земле. Вот для нас, что сегодня важно. А не то, что сегодня есть у Петрова, как это называют эту деревню, царское село. 10-15 соток и дом. Сколько стоит, Игорь Петрович, в этом селе сегодня дом, если его продать на 15 сотках? До миллиона, наверное. До миллиона. Дешево вы берете. Вон журналистов спросите, они вам расскажут. Некоторые до 5 миллионов продают. Я знаю таких людей. Москвичам. Они проезжают, скупают все на корню. Но если вы хотите угодить этим, ну так спрашивайте, а что не хватает еще? Они же продают свободно. Какие тут еще нужны изменения и дополнения? Я просто застраиваю проблему, хочу вам показать, что это непростая проблема. Если мы не с той стороны за нее возьмемся, мы получим такую оплеуху от народа и заслуженную. Я просто застраиваю вопросы, проблему. Потому что серьезный вопрос, и мне принимать решение. Поэтому это первая была задача. Занять эти участки. А их, как я сказал, вот куча. Прямо возле кольцевой дороги. И таких полтора гектара моря. И не только эти участки. У нас же, как приходят люди и просят участок? Идеальный участок. А может где-то, опять же напротив, вот где я говорю, выезжаешь на вторую кольцевую, слева у тебя миллиарация. Наконец-то ты там порядок навел, канал этот очистил и распахал эти земли. А если чуть повыше, подсыпать, поставить дом, а к каналу тебе участок, занимайся. Еще огромное количество земель, менее, конечно, удобных. Тут надо вложиться, чтобы подсыпать. А у нас что, мало богатых людей? Только предложи и покажи. Он придет, купит, и еще в два раза дороже заплатит. Поэтому надо распределить и занять участки земель, которые сегодня не вовлечены в оборот. Где есть подъезд, дорога. Даже к самому маленькому хутору хоть какая-то полевая дорога есть. А что туда подведено электричество? Сто процентов. Потому что там жили люди. Там запросто для того, чтобы послушать тишину и подышать свежим воздухом, любой богатый человек может купить этот хуторок. Вторая задача, которая ставилась мной, это упрощение тех процедур, где практика жизни показала, что мы уже от этих процедур можем отказаться. Либо где административные барьеры и бюрократия стали чрезмерными. Ну вот как недавно принимали решение, чтобы пустующий дом и усадьбу занять, надо найти родственников, чтобы родственники разрешили продать. И искали аж до Владивостока. И в результате часто не находили ничего, и эти дома так и стояли. Поэтому было принято решение, там два года или сколько, дом стоит свободный, не занят. Сельский совет, райисполком приняли решение, продали этот участок. Наш принцип подходить ко всем изменениям взвешено. Предоставление земельных участков должно не столько приносить государству экономическую выгоду, сколько отвечать ожиданиям населения и реально решать его проблемы. Земля – национальное достояние и важнейший ресурс. Нам надо не только использовать ее рационально, но и сохранить для будущих поколений. Поэтому земли, сельхоз назначения и лесного назначения находятся и будут находиться только в собственности государства.